Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, друзья! Мы приветствуем вас из вечерней студии Беларусь-4. Что важнее всего на свете? Конечно же, дети. И с этим точно не поспорить. Как появляются на свет маленькие гомельчане? Каковы новые подходы в беременности и рождении ребенка, взгляд медиков и современных родителей? И правда ли, что областной роддом в Гомеле не хуже зарубежного? Об этом и многом другом будем говорить с экспертами программы. У нас в гостях главный акушер-гинеколог Гомельской области Оксана Теслова. Оксана Александровна, добрый вечер! Рады видеть. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению областной клинической больницы Светлана Мальцева. Добрый вечер! Добрый вечер! Располагайтесь! И заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Гомельского областного клинического роддома Сергей Ковалев. Сергей Николаевич! Здравствуйте! Рады видеть. Проходите. Оксана Александровна, какова картина рождаемости этого года в Гомельской области? Если говорить о официальных статистических данных, то показатель рождаемости на сегодняшний день составляет 13,1 на тысячу жителей Гомельской области. И этот показатель хорошо характеризует систему здравоохранения в целом, потому что за последние 20 лет мы приближаемся к той точке, когда рождаемость и смертность сравняются. Я надеюсь, к концу года у нас получится выйти на положительный прирост населения. Мы тоже надеемся. А вообще картина рождаемости, что включает в себя это красивое понятие? Картина рождаемости – это скорее не термин, это скорее понятие такое более емкое, которое говорит о числе родившихся деток, но не только о числе просто родившихся, о числе выживших с благоприятным исходом. Это число женщин, которые вступают в репродуктивный возраст, все это характеризует картину рождаемости. То число деток, которые рождаются в одной семье, когда это был один ребенок в недалеком прошлом. Сейчас этот коэффициент приближается к двум деткам. Мы надеемся, что многодетные семьи не станут редкостью в нашем обществе. Мы понимаем, что нам не вернуться к довоенному времени, когда по 8, по 7 детей было. То есть семья – это, конечно, только в перспективе. Будем надеяться на это, и мы все на это работаем. Но если говорить о вообще приросте населения и тенденциях последних лет, то мы должны четко понимать, что число рожденных и число выживших – это две вещи, которые несут в себе самый позитив в отношении вообще воспроизводства населения нашей области. Можем ли, в свою очередь, назвать цифру, сколько маленьких гомельчан появилось на свет в 2016 году? За 10 месяцев 2016 года в родильных стационарах и родильных отделениях Гомельской области родилось 15 411 деток. И это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Светлана Евгеньевна, подключайтесь к разговору. Двойне и тройне – это больше исключение из правил? Конечно, они встречаются реже, чем один ребенок. Но вот у нас, например, в этом году родилось 58 двоен. Это много или мало? Это нормально для такого перинатального центра, как наш. Но тройне рождаются гораздо реже. В этом году не случилось у нас такого. Я знаю, что вот уже 30 лет вы помогаете рождаться на свет малышам, причем 15 из них в стенах областного роддома. Каково это? Каждый раз, как в первый раз? Какие ощущения? Не буду лукавить, конечно, не как в первый раз. Но, вы знаете, все равно невозможно быть равнодушны к этому событию. Даже если все абсолютно нормально, порой просто от того, что родился новый человек, новая жизнь, эмоции переполняет. Ну, бывают и трудности, конечно. И к этому тоже невозможно равнодушно относиться. Потому что привычка есть привычка, конечно. Но, однако, эмоции присутствуют в моей работе. Появление ребенка на свет, безусловно, важное событие для семьи. Вот интересно, волнение мамочек, папочек и все оставшиеся родни, которые атакуют коридоры роддома, не мешает? Конечно, мы стараемся держаться немножко поудой этих эмоций, сохранять хладнокровие. Но иногда эмоции родственников и самих рожениц зашкаливают настолько, что мешают работать. И тогда приходится иногда их немножечко осаждать. Современные тенденции таковы. Возраст будущих мам становится все старше. Поздняя беременность. Это уже норма, Светлана Евгеньевна? Насколько поздняя? Вот и сейчас у нас в родильном доме есть роженица, которой 44 года. Кто-то скажет, что это европейский формат? Ведь сегодня все действительно двигается. В нашем обществе тоже перовородки в 30 лет стало почти нормой. Очень часто встречается такая ситуация. Когда я начинала работать, считалось, что первородящая в 27 лет – это уже возрастная первородящая. Сейчас мы уже вообще так не считаем. До 30 лет мы совершенно спокойно относимся к воздушству первородящей женщины. К беременности в более позднем возрасте каждый приходит своим путем. Кто-то приходит путем построения своей карьеры. У кого-то складывается личная жизнь в гораздо позднем возрасте. Но есть и такие женщины, которые годами идут к желанной беременности. Это те пациентки, которые страдают, те семьи, которые страдают той или иной формой бесплодия. И беременность, полученная в возрасте 40, 42, 44 лет, является гораздо более желанной, чем, скажем, беременность в более молодом возрасте. У каждой беременности есть своя история. Если же говорить о вкладе более возрастных женщин в общую структуру рождаемости, она существенно не меняется. Ведь женщин, которые рожают в возрасте 40 лет и старше, на протяжении последних лет это 1,5-2% из числа общего родов. Но мы сейчас сталкиваемся с тенденцией того, что средний возраст родов смещается. И вот это гораздо более, наверное, значимо с точки зрения медицины, чем количество женщин старшей возрастной группы. Но ведь есть и другая сторона медали, беременность ранее. Я знаю, что это действительно становится актуально для всех стран, в том числе для всех регионов, в том числе и для Гомельской области. Ну, всегда, во все века и времена встречались юные женщины, которые рожали в раннем возрасте. Ну, вот сегодня, ранняя беременность, это какой возраст? Считается, беременность раньше, чем 18 лет, особенно 16 лет, это уже ранняя беременность. А в случае Гомельской области, вот за последние несколько лет, самая ранняя беременность, это какой срок? Ну, в моей практике, раньше, чем 14 лет, беременность не встречалась. Оксана Александровна, согласна? В прошлом году у нас было двое родов в Гомельской области у пациенток моложе 14-летнего возраста. А число общей беременности, которые наступили у девушек до 18 лет, это порядка 150-160 ежегодно. Но проблема ранней беременности, это не столько медицинский аспект. Сколько, скорее, социальный. И здесь требуется приложить комплексные усилия для того, чтобы эти беременности были, ну, насколько можно сказать, планированные, желанные. Они становились трагедией для молодой девушки, для ее родителей, для этой еще не сложившейся, скажем так, семьи. Здесь вспоминается пример цыганских семей. Там ведь ранняя беременность, это вполне нормально, реально? Ну, в общем, часто встречается, да. Ну, вот у цыганских семей свой совершенно цыганский уклад. Да и у вашей жизни. Простите, не совсем играют ту роль, которую она не играет в нашем обществе. Поэтому, да, есть какие-то и традиционные аспекты, есть и официальный взгляд, статистический взгляд, да, социальной приемлемости. В любом случае мы готовы принять роды у пациентки любого возраста. Младенческая смертность, важен этот вопрос и в социальном плане. Как обстоит ситуация в Гомельской области? Показатель младенческой смертности является интегративным показателем деятельности всех служб и систем здравоохранения. Начиная со специалистов первичной помощи, заканчивая высокотехнологичной помощи женщине во время беременности родов, в послеродовом периоде и интенсивной помощи, терапии новорожденному после его рождения. Если говорить о самом значении этого показателя за 2016 год, то на сегодняшний день это минимальное значение, которое вообще было достигнуто в Гомельской области. Сегодня это 2,6 промилле. Мы надеемся, что нам удастся удержать этот показатель до конца года. Для нас это очень важное достижение, и мы благодарим всех, кто работает с нами и помогают достигать этого результата. Что не может не радовать однозначно, не можем обойти и тему абортов. К сожалению, статистика нашего региона не особо радует. Оксана Александровна? Да, действительно, проблема абортов – это та проблема, которая, наверное, не оставляет в покое ни одно сердце. Ведь какое может быть отношение? Оно может быть положительное, отрицательное, но это тот показатель, который формирует демографическую ситуацию в регионе в целом. Если говорить о нашей области, мы не отличаемся от других областей. И на сегодняшний день республиканские тенденции в том, что четверть всех нерожденных, не выживших из хода беременности относятся к абортам. Это достаточно серьезная цифра. Если бы все детки, которые ушли таким путем, родились, мы бы давно превысили показателям рождаемости, показателям общей смертности и вышли на положительный прирост населения. Одним из важных направлений последних лет – это внедрение в систему предобортного консультирования. Мы бескрайне благодарны всем тем организациям, которые сотрудничают с нами в этом направлении. И как одним из примеров такой работы я могу сказать, что за 9 месяцев 2016 года в результате работы по предобортному консультированию в нашем регионе было сохранено больше 200 беременностей. И даже вот этот вклад, он очень дорогого стоит. Это те детки, которые будут рождены, это те счастливые семьи, это те благоприятные, как мы называем, перинатальные сходы. Это все-таки многие зрители скажут – аборт – дело конкретно взятой семьи, что здесь обсуждать. И все-таки, наверное, нужно сегодня и нам сказать о том, чем опасно для здоровья женщины может быть прерывание беременности. Светлана Евгеньевна. Ну, во-первых, это очень серьезная психологическая травма для каждой женщины. Не каждая женщина остается без последствий. Во-вторых, конечно, это гормональный стресс. И после того, как женщина переживет аборт, возможно, никогда ее гормональная система не восстановится до конца. И не исключено, что она не будет больше иметь возможность иметь детей. Ну, теперь аборты проводятся несколько другими методами, чем когда-то было раньше. Теперь существует возможность медикаментозного аборта, когда инструменты при производстве аборта, грубые, хирургические, не применяются. Если же они применялись, то это тоже очень большой риск воспалительных осложнений. И опять же, бесплодие в последующем. Выкидыши частых. В общем, проблем очень много, и последствия могут быть непредсказуемы. То есть это совершенно крайний шаг, на который должна быть соглашена женщина. Каждая женщина думает, что я это сделаю, и вот в моем случае все будет хорошо. Но, к сожалению, не всегда так получается. И если получается плохо, она потом готова корить себя всю оставшуюся жизнь. Зачем я это сделала? Но ничего вернуть уже нельзя. К счастью, возможности медицины продвинулись далеко вперед. И сегодня реально сделать то, что еще лет 10-20 назад было практически невозможным. Что касается самих родов, вот какие, скажем так, изменения в этой сфере произошли? Во-первых, я хочу сказать, что в целом акушерство очень сильно изменилось за то даже время, что, например, я работаю в этой области. И в техническом плане изменилось, и, наверное, в подходах. В подходах, в моральных. А ведь это не такой же большой промежуток времени, если глобально смотреть на вещи. В акушерстве применялись достаточно агрессивные методики. Классическое акушерство было связано с такими достаточно травматичными операциями, как поворот плода, там, акушерские щипцы. Ну, очень много разного. Потом ситуация изменилась, подход стал другим. И сейчас наше акушерство называется перинатальным, перинатальным, потому что очень серьезно в ведении родов учитываются не только интересы и здоровье матери, но и не только даже жизнь и выживаемость плода, но и его качество жизни дальнейшей, ребенка. То есть его состояние здоровья, в котором он родился. Поэтому сейчас, конечно, такие агрессивные методики в акушерстве не применяются. Оно стало более мягким и щадящим. И всегда врач-акушер-гинеколог сейчас думает не только, чтобы мама была жива и здорова, и не только, чтобы ребенок был жив, чтобы он был еще и здоров, чтобы дать ему красивый, хороший старт в жизни. Все меняется, я так понимаю, сократилось и количество послеродовых осложнений, ведь так? Значительно. Значительно сократилось. Это очень радует. Потому что, во-первых, вот эти более мягкие, приемлемые методики применяются. Новые появились антибактериальные препараты, новый шовный материал. И все это имеет огромное значение. Раньше кесаревое сечение было, ну, в общем-то, редкой операцией. Когда-то еще, допустим, 50 лет назад, да? Затем оно стало применяться чаще, но достаточно часто были и осложнения, и инфекционного характера, и другие. Сейчас, слава богу, к счастью, это редкость. Конечно, не могу сказать, что этого вообще не бывает, но это встречается гораздо неизмеримо реже. Что касается операции кесаревое сечение, знаю, есть случаи, когда роженицы страшно боятся рожать и просят, в свою очередь, своего врача, чтобы им назначили кесаревое сечение. В этих ситуациях идете навстречу мамам? К сожалению, вы знаете, я бы вот так, не могу точно назвать цифру, но я бы сказала, что каждая, почти третья, наверное, роженица, как только начинаются сильные схватки, начинают просить кесаревое сечение. Понимая, что свои осложнения есть и в этом направлении? Наверное, недостаточно понимаем. Но мы-то, медики, это понимаем прекрасно. И, естественно, если бы мы шли на поводу у желания женщины, то все было бы наоборот. У нас было бы больше кесаревых сечений, а родов было бы меньше. Но мы же понимаем, чем это чревато, что все-таки любая медицинская вмешательность, а тем более операция, нельзя сказать, что она пройдет в данном конкретном случае без осложнений. И осложнения могут быть совершенно разными и непредсказуемыми. Поэтому, конечно, то, что придумала природа, наверное, ни один еще человеческий ум лучше не придумал. И операция кесаревого сечения должна выполняться по строгим показаниям. Тогда, когда мы заведомо знаем, что мы не можем получить здоровую женщину и здорового ребенка в результате самопроизвольных родов. Что касается изменений в подходах, слышала, что сегодня после рождения ребенка пуповину перерезают далеко не сразу. Так ли это? Да, совершенно правильно. Это так. Многие женщины сами просят об этом. Ну, мы и сами так стараемся делать точно так же. Если нет медицинских каких-то моментов, когда нужно быстро забрать ребенка, оказать ему помощь или маме, да, мы поддерживаем... А для чего это делается? Это делается для того, чтобы происходила еще пульсация, кровь попадала к ребеночку и оказывала свое благотворное влияние на его здоровье. И все-таки природа не всесильна. Иногда необходима подстраховка специалистов. Говорю сейчас о вас и ваших коллегах, Сергей Николаевич. Со случаями какой сложности чаще всего приходится сталкиваться? Проблема лечения недоношенных детей, особенно детей с экстремально низкой массой тела, это менее 1 килограмма при рождении. А такие примеры часто встречаются? Менее 1 килограмма с массой тела у нас до 20 детей вот проходит через наше реанимационное отделение. Чуть более 600 грамм, я знаю, что... И даже таких деток поднимаете? 620 грамм ребенок с минимальной массой тела успешно пролечено в нашем отделении. Ну, вы понимаете, дети с экстремально низкой массой тела – это одна проблема, но у нас проходит лечение в нашем отделении реанимационные дети, доношенные, которые имеют различную патологию. Да, врожденные инфекции, врожденная пневмония, какие-то другие проблемы. Пороки развития. Это тоже огромная проблема, пороки развития. Вот недалее, как сегодня, отправили мы ребеночка в центр детской хирургии. Ребенок родился с отрезией пищевода. То есть пищевод слепо заканчивается на небольшой глубине. Вот необходима достаточно сложная операция, которая будет проведена в ближайшее время. Сложно представить такую малюточку, которому предстоит какая-то серьезная операция. Которой предстоит бороться за свою жизнь уже в таком возрасте. Знаем, в областном роддоме принимают до 50% преждевременных родов в области. Это правильная цифра? Сергей Николаевич. Ну, наш роддом выполняет функции перинатального центра третьего уровня. То есть мы должны заниматься лечением таких детей. И из районов Гомельской области, и из города Гомеля к нам вообще-то поступают пациентки по медицинским показаниям. То есть если есть какие-то осложнения, то тогда к вам и вашим специалистам. Да. Если есть осложнения беременности, или вот преждевременные роды. Или же есть какая-то патология, не связанная с беременностью, но тяжелая какая-то. Вот в таких ситуациях эти пациентки поступают к нам, в наш роддом. В каких условиях приходится реанимировать младенцев? Каково оснащение в вашем отделении? Что можно об этом сказать? Ну, по поводу оснащения могу сказать, что оно на достойном, приличном уровне. Особенно в области интенсивной терапии в педиатрии, в частности в нейнонтологии, достигнуты огромные успехи. И это буквально процесс, который проходил в течение последних 10-20 лет. Потому что то, что мы имели, и не только мы, и в других странах, в начале 90-х годов, и то, что те возможности, которые имеются в настоящее время для выхаживания, недоношенные детей, доношенные детей с различной патологией, они гораздо больше. Мы оснащены современным оборудованием. Оборудование преимущественно производства западных стран, как-то германское, английское, американское и японское. Оборудование постоянно развивается, постоянно происходит его смена. В частности, получили кювезы японские, атом. Такими же кювезами оснащена крупнейшая клиника Европы. Кювезы – это как раз то, где начинают свою жизнь инкубакции. То есть специальное место, которое обеспечивает термонейтральное окружение и возможности для выхаживания ребенка. Особенно, если у него есть проблемы с терморегуляцией. Это недоношенные дети. То есть мы можем задать температуру, влажность, оптимальные условия. Сегодня областной роддом действует как перинатальный центр третьего уровня. О чем это говорит, Оксана Александровна? В Гомельской области представлены учреждения трех уровней оказания перинатальной помощи. Первый уровень – это, скажем так, самый легкий. Там рожают самые здоровые женщины. Они работают по территориальному принципу. И, в принципе, большинство исходов беременности на первых уровня – это благоприятные. Женщины с более сложной патологией, с какими-то отягощениями в анамнезе, с вопросами, с проблемами, компенсированными со стороны матери или плода, будут родоразрешены в учреждениях второго уровня. Это крупные наши межрайонные центры – Мозырь, Жлобин, Речица, Светлогорск. И в городе Гомеле тоже представлены учреждения второго уровня. Самые сложные – пациентки. Пациентки с преждевременными родами. Пациентки, у которых диагностирована врожденная патология плода. Пациентки с тяжелыми заболеваниями сердца, почек, печени. Родоразрешаются в учреждении третьего уровня. Скажем так, это роддом для самых сложных, самых прогностически неблагоприятных людей нашего города. То есть, другими словами, здесь самые профессиональные специалисты, другими словами, здесь самое серьезное оборудование? Безусловно, те успехи, которые достигнуты здравоохранением области, они основаны как на создании и функционировании вот этой разноуровневой системой, обновлением, усовершенствовании материально-технической базы учреждений. Но прежде всего, это слаженная работа врачей-специалистов на местах, их постоянное образование, так и внедрение новых технологий в практику ежедневного здравоохранения. Светлана Евгеньевна, в связи с этим, думаю, у многих возник вопрос. Да и наверняка вам часто приходится слышать следующего рода слова. Если буду рожать, то только в областном роддоме. Тем более, по телевизору сказали, оборудование, хорошие специалисты, высококлассные. Часто такие мысли приходится слышать? И как решаются эти вопросы? Ну да, честно говоря, да. Спасибо нашим дорогим женщинам, которые считают, что лучше всего рожать в областном роддоме. Мы очень благодарны за такое мнение. Конечно, мнение это достигнуто действительно большим трудом коллектива. И мы прекрасно это понимаем. Но, к сожалению, наши стены раздвинуть невозможно. Всех желающих принять и разместить в роддоме не представляется возможным. Даже при таком подходе, когда отбираются пациентки, более сложные для нас, бывает такая скучность, что некуда положить некоторое время женщину. Бывает такое, бывает форс-мажорное обстоятельство. Ну, в общем, если не направляет врач в связи с медицинскими показаниями, у нас есть возможность, у нас есть платные услуги. Есть такая платная услуга, как индивидуальное ведение партнерских родов. И многие женщины тогда идут по этому пути, пользуются этой возможностью. И все же, на ваш взгляд, что важнее для мамы и ее будущего ребенка? Какую роль в этом играет комфорт и условия? Ну, конечно, я думаю, что тоже играет какую-то роль. Но, вы знаете, наверное, неопределяющую. Почему я так говорю? Потому что в течение 10 лет мы живем уже в реконструированном роддоме. До этого, 2 года, мы были в приспособленном помещении, работали детского корпуса. Скучность была страшная. Кровати стояли в коридорах, женщины лежали, голова ноги. Но желание их к нам попасть в роддом было не меньше. И когда я даже говорила, ну, куда же вы идете, ну, посмотрите, ну, вы можете в коридоре лежать на кровати. Они говорили, ну и что, лишь бы все было хорошо. Это не на всю жизнь, это на каких-то несколько дней. Поэтому, наверное, рейтинг роддома не столько даже от комфорта зависит, хотя это, конечно, имеет значение, сколько от квалификации медперсонала и об отношении. От доверия к этому персоналу. От доверия к коллективу этого учреждения, да. Еще очень важная вещь, это когда женщина уверена в себе, уверена в своих силах. Когда ко мне приходят в управление здравоохранения пациентки, и вот так настойчиво я хочу рожать в областном роддоме. Я начинаю с ними разговаривать и спрашиваю, вы собираетесь плохо рожать? Они говорят, нет. Я говорю, у вас какие-то есть осложнения? Нет. У вас какие-то проблемы с ребенком? Нет. Я говорю, зачем вам рожать в самой вот такой, ну, крутой больнице, да, которая нацелена на только, да, патологические роды? Начинают женщины обдумать этот вопрос. Я говорю, если вы собираетесь рожать хорошо, вам можно рожать в любой больнице нашего города, нашей области, и в тех же отдаленных наших ЦРБ вы родите прекрасно и, может быть, даже с более благоприятным исходом. Качество гарантируете? Да, да, да. В общем, приходится быть еще и в роли психолога? Ох, сколько! Я думаю, любому из вас приходится это делать. И все же, наверное, комфорт душевный. Вот самое важное. Комфорт душевный, я сейчас говорю о маме. Как долго малыш после рождения находится с мамой? Вот, знаю, тоже поменялись немножечко в этом плане подходы. Если все хорошо, сразу же ребеночек выкладывается маме на грудь. Она может его обнять, поцеловать, приложить к груди. Ну, вы знаете, на это просто без слез и положительных эмоций невозможно смотреть. Даже, казалось бы, с хладнокровием, о котором вы говорили. Да, абсолютно верно. Ну, в общем-то, мама находится с ребенком постоянно. Если у нее нет никаких медицинских противопоказаний, у нее или у ребенка. И через два часа после пребывания в родовом отделении, ну, она вместе с ребеночком находится, держит его рядышком с собой. Переводится она в послеродовое отделение. А там у нас, в общем-то, тоже налажено совместное пребывание. И, в общем-то, они не разлучаются практически. И есть ли ребенок здоров, и мама здорова. Женщины имеют возможность у нас посещать в отделении интенсивной терапии детей беспрепятственно. То есть это не закрытое отделение. Мы разрешаем посмотреть и папе на ребеночка. Ну, естественно, учитывая ограниченность площадей, это несколько затруднено. То есть это чаще бывает через стекло, там, на расстоянии? Нет, не через стекло. Они могут, мы их переодеваем. Вот, мамы лежат в роддоме. Им объясняются правила нахождения в отделении интенсивной терапии. Они могут участвовать в уходе за ребенком, если позволяет ситуация. Есть такой метод кенгуру. То есть можем выложить ребеночка маме на грудь. Даже если у этого ребеночка имеются какие-то проблемы? Если у ребенка имеются очень серьезные проблемы, мы приветствуем... Идет на пользу как ребенку, так и его маме, верно? И чтобы было родителям понятно, что с ребенком действительно имеются серьезные проблемы. Если ребенок находится на аппаратной вентиляции легких, требует специальных методик интенсивной терапии. То есть мы показываем маме, папе, ребеночка, объясняем проблемы. Также можно у нас окрестить ребенка при желании родителей. Духовная поддержка, как без этого? Мы тут достаточно много с вами говорили про комфорт. А вот для многих-то комфорт – это наличие родных рядом. Я хочу, чтобы мы поговорили о партнерских родах. Не могу сказать, что это уж совсем новое, но действительно набирающее популярность и в Гомельской области направление. Светлана Евгеньевна, как относитесь к этому? Я отношусь положительно. Возможность такая в Гомеле существует? Конечно, существует. Как это происходит? Ну, вот супружеские пары, которые приняли такое решение, они приходят на прием, мы с ними беседуем. И если это решение их окончательное, заключаем договор, им все объясняем, они приходят нам на занятия обязательно вместе. Где рассказывают о том, чего ждать от этих родов, периоды родов, как что, как помогать жене, что делать. Они могут задавать любые совершенно вопросы. И назначены, вернее, когда начинаются роды, вместе приезжают и находятся вместе в индивидуальном родильном зале. Два часа после родов опять же все вместе, но затем мама с ребеночком отправляются в послеродовое отделение. Партнерские роды обязательно ли подразумевают папу рядом? То есть мужа, супруга? Или же это может быть кто угодно из членов семьи? Мама, бабушка, подруга? Ну, у нас еще приветствуется, если мама рядом. Муж или мама? А муж и мама, как такой вариант? Ну, нет, это уже слишком, это уже перебор. Кто-то один, потому что, ну, иногда медперсоналу ведь тоже нужно работать. Вот, кстати, про это, Сергей Николаевич, как бы ни возникло перегиба, я вот подумал о том, что эмоции, излишние эмоции, хорошие и не очень могут мешать медперсоналу, а это ведь гиперответственный день, время. Ну, я несколько более скептичен по отношению к партнерским родам. Скажем так, с точки зрения анестезиолога-ренематолога, во всяком случае, в ситуациях, которые требуют нашего вовлечения в участие, в процесс, это несколько спорный момент. Во всяком случае, бывают критические ситуации, бывают кровотечения, бывают аллергические реакции. Мы должны быть уверены, что партнер в случае возникновения осложнений будет слушать указания медперсонала, вот, а не проявлять свои эмоции. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, чтобы не было помех работе. Работа в таких ситуациях, она требует моментальных решений, быстрых действий. Это минуты, секунды. Ну и, собственно, это мое личное мнение. Кстати говоря, все ли папы, вхожие в родильные залы, что для этого нужно? Во-первых, папа должен быть здоров. Он не должен быть простужен, у него не должны быть гнонников и некоторых других заболеваний инфекционного характера. Естественно, должны мы исключить туберкулез. Для этого должен папа сделать флюорографию в течение года текущего. То есть, предоставление всех необходимых справок – это обязательно? Так, их немного, их только чуть-чуть. Оксана Александровна, все ли отцы справляются достойно с возложенной на них задачей? В обморок не падают? Вы знаете, на партнерские роды чаще всего приходят все-таки подготовленные пары. Поэтому уже катастроф таких серьезных у нас не случалось. В любом случае, мы готовы оказать медицинскую помощь, в том числе и отцу. Я вижу, Сергею Николаевичу тоже есть что рассказать на этот счет. Звонок. Реанимация, реанимация. Срочно в родозал. Что? Мужчине плохо. То есть, такие примеры тоже бывают. В случае были. Но мы должны сказать и должны все вместе понимать, что партнерские роды – это не медицинская технология. Скорее, это способ повысить удовлетворенность наших пациентов в качестве оказания медицинской помощи. И партнерские роды с точки зрения медицинских работников – очень важна в этом аспекте работа в команде. Мы будем выполнять возложенные на нас функции – оказывать медицинскую помощь матери, ребенку. А когда партнер работает с нами вместе, вот только в таком случае мы будем получать максимально благоприятный результат. На мой взгляд, партнерские роды – это веяние моды. Ни одна культура за все время существования человечества не приветствовала присутствие мужчин при рождении ребенка. Мода зачастую бывает безобразной. Сегодня некоторые готовы и снимать прямо в прямом эфире процесс. И делать селфи во время непосредственности народа. Это уже совсем перегибы, наверное, да? На мой взгляд, это все-таки таинство. Снимать, наверное, не надо. Если вы не джигурда. Каждый сделает свои выводы. Хорошо, что возможность такая существует. Хорошо, что есть разные мнения. Это тоже хорошо согласиться. Конечно. Светлана Евгеньевна, готовясь к программе, нашел достаточно не совсем понятное для себя определение вертикальные роды. Многие спросят, такое возможно? Что за экзотика? Такое возможно. Это, опять же, воспоминания о прошлом. В общем-то, это далеко не новая технология. Собственно, она заключается только в том, что женщина не лёжа рожает, а вертикально. Например, сидя. Бывает, в других некоторых странах бывало такое, что и стоя. Да. Или так вот, опираясь чем-то на что-то руками в подвешенном немножко состоянии. Ну, объясняется это очень просто. Как бы центробежная, центростремительная сила, плод под своей тяжестью, помогает маме тужиться, облегчая её задачу. Более плавно раскрываются ткани, которые должны раскрыться. Это профилактика таких серьёзных разрывов. Лучше для ребёнка, лучше для мамы. Возможно, это и так. Во всяком случае, многие женщины так хотят делать. И мы, в общем-то, этому не препятствуем у нас. Для этого всё есть, для этого ничего особенного не нужно. Только вот такой стульчик. Было бы желание. То есть практика вертикальных родов в Гомельской области тоже имеется? Да. В мировой же практике очень много случаев сегодня, когда женщина рожает в воде. Вот как относитесь к этому? Для родов в воде должен быть подготовленный персонал, подготовленное оборудование. Уж точно не дома? Нет. Мы не сторонники домашних родов. Если мы говорим о качестве оказания медицинской помощи, о возможности оказывать неотложную помощь, о выживаемости, об исходах для здоровья для матери и для ребёнка. Поэтому, да, есть роды в воде и в специализированных учреждениях здравоохранения, за рубежом, не у нас практикуется такой подход. Однако это не наобум, это не спонтанно. Это определённый вид ответственности, это определённый вид навыков. И прежде чем взять на себя такое обязательство, мы должны к нему серьёзно подготовиться. Мы не имеем права рисковать. Порядки казуистики, каких-то сообщений, какой-то экзотики, может быть, это имеет место быть. Ну, вы знаете, статистика есть статистика. Есть безопасные методики. И в любом случае роды это не совсем безопасно. Да, применяются, я бы сказала, не роды в воде, а роды с водой. Женщина находится первый период родов только в ванной, ну, в тёплой, да, такой, в слегка летней. А затем она там не рожая прямо в воду, именно в медицинском учреждении. Поэтому, ну, мне кажется, действительно это, наверное, не совсем то, что нужно. Ну, и понятное дело, мама, новоиспечённая мама не совсем знает, как подступиться к этому ребёнку, как правильно его взять на руки, приложить к груди. Здесь находятся те, кто подскажет, поможет на первых этапах? Ну, конечно. Как только пациентка, ну, или женщина с ребёнком попадают в послеродовое отделение или в послеродовую палату, если это акушерско-обсервационное отделение, первый контакт – это контакт с акушеркой. Акушерка – это человек, который научит, расскажет, покажет, успокоит, поможет разобраться и с ребёночком, как его взять на руки, как приложить к груди. Ну, и масса нюансов, не буду даже обо всём тут рассказывать. Это очень важно. Ну, и, естественно, детская сестра – это тоже человек, медицинский работник, который показывает, опять же, как приложить к груди, успокоит, покажет, как ребёночка обработать, как его одеть. Ну, и врачи, конечно же, и акушер-гинекологи, и неонатологи – все стараются помочь, поддержать. Конечно, молодой женщине тяжело, она многого не знает, у неё много тревог в отношении её ребёнка. И тут важен момент поддержки медперсоналам, людьми, которым она доверяет. Ну, и, в общем-то, наверное, это у нас получается. Сергей Николаевич, что дополните? Ну, по поводу наших реанимационных детей, детей, которые находятся на лечении, в отделении интенсивной неонатологии. Персонал наш имеет специальную подготовку. Это, так скажем так, штучная подготовка. Сёстры очень хорошо подготовлены. Они объясняют мамам. Мамы постоянно в контакте. Приходят на пост, приходят к детям. И наши врачи тоже консультируют при необходимости. В частности, по вопросам вскармливания бывают проблемы с грудным молоком. То есть, какие смеси, как применять, как дальше ребёнок будет лечиться, куда будем переводить, что ожидается в дальнейшем с ребёнком. Бывает иногда, идёшь на обходе, подходишь к женщине, помогаешь ей производить то или иное действие, либо с ребёнком, либо с собой. И она тебе говорит, ух ты, как у вас здорово получается. Я говорю, ну, знаете, женщина, он у вас первый, а вы у меня уже какая-то тысячная. И когда у вас будет тысячный опыт, у вас будет получаться точно так же хорошо. Репродуктивные технологии и эко, яркий скачок в области деторождения. Как помогает это решить проблему, в том числе актуальную для нашего региона, проблему бесплодия? Оксана Александровна. Если говорить о бесплодии, то по данным, опять же, исследований с проблемой с этой, сталкиваются до 25% супружеских пар. То есть, четверть всех тех, которые поженились, людей в том или ином виде, могут сталкиваться с этой проблемой. Более 90% всех нарушений корректируются другими методами, невспомогательными репродуктивными технологиями, лечением инфекций, нормализацией гормонального статуса, какой-то поддержкой организма. И позволяют получить беременность, ну, как бы наиболее естественным путём. И в тех случаях, когда все предыдущие этапы оказались неэффективны, вот это и есть поле действия репродуктологов, вспомогательных репродуктивных технологий, точка приложения ЭКО. Эти технологии доступны и для жителей Гомельской области, для жителей Гомеля ведь так? Да, у нас в городе Гомеле расположен областной Гомельский медико-генетический центр с консультацией брака семья, где оказывается специализированная помощь пациентам с различными формами бесплодия, в том числе посредством вспомогательных репродуктивных технологий. И если говорить о числе, вот что мы любим, да, число, покажите сколько это, 475 видов различных вспомогательных репродуктивных технологий было проведено в прошлом году. Более чем 36% эффективности позволили получить желанную беременность более чем 130 супружеским парам. Мы не можем говорить, что это вклад в демографию, но, конечно же, это вклад в счастье каждой успешной в плане репродукции семьи. Вы заговорили про статистику, Сергей Николаевич, а вы статистику спасенных жизней ведете? Ну, это несколько так звучит, высокопарно спасенных жизней. Статистика пролеченных детей, пролеченных женщин в отделении, конечно же, ведется. И все-таки, мне кажется, вы скромничаете, когда речь идет о спасении ребенка, рожденного весом в 600 грамм. Или же серьезной патологии. Это по-другому как спасение жизни не назвать. Понимаете, у нас проходит за год лечение около 300 детей в отделении. Я работаю 15 лет, примерно цифра понятна, сколько детей прошло на моих глазах. Достигнуты большие успехи в лечении детей. Значительно снизилась летальность. Сами результаты, технологии более щадящие выхоживания детей. Все это, конечно, учитывается. Светлана Евгеньевна, я знаю, в вашем кабинете на рабочем месте есть место для фотографий вот тех родившихся младенцев. Это ваша инициатива, либо это инициатива тех самых родителей? Ну, все началось с того, что женщины стали приносить мне фотографии. Я, ну, складывать куда-то в стол, я хотела это видеть вообще, чтобы мне это помогало. Иногда я придавала силы, в общем-то, работать, и дыхание какое-то открывалось второе, да, когда уже, ну, казалось бы, вот невозможно. И, ну, так получилось, что вот был такой стенд, вот он так организовался спонтанно. А вообще, если честно, для вас самая большая благодарность – это что? Я уже неоднократно говорила, повторю, что когда женщина говорит, я к вам еще приду, я говорю, вот спасибо. Вот лучше, чем эта благодарность и оценка нашей работы, наверное, не существует. Приходите, конечно, еще, говорю. Сергей Николаевич, для вас что главная благодарность? Ну, успех. Так, если удается вылечить успешно ребенка, женщину, которая находится в тяжелом состоянии, это окрыляет. Спасибо большое. Доброго вечера вам и вашим близким, и всем тем, кто трудится вот на благо нашего будущего поколения. На этом не ставим точку, продолжим беседу сразу после короткой рекламы. Солнечный зайчонок милый в солнечном окне Самой солнечной улыбкой улыбался мне От улыбки этой яркой пункта не взначал Сердце у меня вдруг стало музыкой звучать Золотистое На-на-ра-на Очень интересно Музыку услышать Солнечного дня На-на-ра-на Это так чудесно Солнечная радостная музыка спекла Много в день приятного, нежного тепла Невозможно эту радость мне в себе держать Вам ее дарю И будет музыка звучать Золотистое На-на-ра-на Очень интересно Музыку услышать Солнечного дня На-на-ра-на Это так чудесно Это так чудесно Солнечное 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 горят Поза-на-на-ра-на На-на-ра-на Очень интересно Музыку услышать Солнечного дня На-на-на-на На-на-на-на Это так чудесно Теперь друзья Родилась не зря Музыка моя Пока-ка miro Родилась не зря Это программа «Добрый вечер, Гомели» И мы продолжаем Кать, скажи, а ты помнишь свою первую фотографию? Да, ты знаешь, помню, на ней мне где-то около года, и не поверишь, я брюнетка, причем кучерявая. Брюнетка кучерявая. В это сложновато поверить. В любом случае, я практически убежден, что даже в год ты осознанно позировала фотографу. В отличие от тех, кого запечатляет на своих снимках гомельчанка Дарья Чебакова, этим малышам от роду чуть больше недели. Даша, добрый вечер. Добрый вечер, рады видеть. Даша, в самом начале, ньюборн-фотография, что это значит? Ньюборн это новый, борн рожденный, новорожденный. Практически только что рожденный. Да, это буквально ньюборн, это фотосессия, которую проводят в срок от 5 до 14 дней от рождения. Самое главное запечатлеть во внутриутробных положениях, с поджатыми ручками, ножками. После 14 дней это сделать уже проблематично по той самой причине, что детки стремятся вытянуться, им же некомфортно. Они хотят, ну вот как мы взрослые люди, да, у нас руки, ноги, ну как говорится, вдоль тела, так и у маленьких деток. Да и позировать-то они не особо уже пользы хотят. Основная вещь еще, да, что в первые дни жизни детки очень долго спят. Они очень долго и крепко спят. Что идет на пользу. Как минимум фотографу. Конечно, конечно. Но и деткам тоже. Да, потому что, когда, допустим, детки приходят на съемку, когда им уже по 12, по 13, по 14 дней, и, как правило, съемка уже длится немножечко дольше по той самой причине, что детки осматривают обстановку, что вокруг, им интересно становится, да. У кого-то есть зажимы определенные, стеснение. Скорее волнение. Какое-то такое, где я, что я и почему я. А есть детки, да, которые уже не так крепко спят. Это раз, да, а во время работы мне нужно деток перекладывать. И лучше всего, когда их переложить, чтобы он не проснулся. Либо, если и проснулся, то или докормить, или подкачать чуть-чуть, да. В общем, очень много тонкостей. Говоря о фотографиях младенцев, перед глазами почему-то работы австралийского фотографа Анны Гедес. Помню, как скупала открытки с соображениями младенцев. Пожалуй, она одна из наиболее известных в этом жанре. Даш, ее работам никогда не пыталась подражать? Самое интересное, что нет. По той самой причине, что это не мечта. Давайте вспомним тот момент, когда впервые взялись за фотоаппарат. За фотоаппарат я взялась, наверное, мне было лет 6, но это был пленочный фотоаппарат. И фотографировала все, что попадало под руку. Но осознанно я пришла к этому в 2013 году. Получается, что я люблю с самого детства портреты. Я очень люблю. И так как я по специальности еще и архитектор, ну как-то это с этим связано. Есть некая большая организация из Петрозаводска. Организация «Мама», которая заключила договора с роддомами. И брала на работу к себе специалистов, которые могли бы фотографировать маленьких деток. Процесс, как их запеленывают, отдают папе. И буквально 5-6 снимков с родителями. В общем-то на выходе из роддома. Выписка из роддома, да. В месяц я фотографировала до 100 деток. Детки разные. Они все маленькие. От 3 до 8 дней. Любовь вот к такой фотографии, наверное, зародилась как раз-таки вот в то время. Наверное, меня подтолкнуло на это один день, когда на съемке мне попалась девочка очень красивая. Как правило, у маленьких деток, да, они, если и смотрят, то у них раз фокусированный взгляд. Но у этой девочки она очень внимательно смотрела. Она следила за фотоаппаратом. Она смотрела, что как, куда. Но самое интересное, что... Настоящая модель. Хотела сказать не по годам, а потом вспомнила не по дням взрослая. Но самое интересное, что эта девочка была рыжая. У нее был такой очень яркий цвет волос. И цвет глаз не такой, как у всех деток. У деток, как правило, серо-синий. А у нее был такой глубокий синий цвет. То есть шестидневная рыжая модель. Даша, всем ли под силу научиться этому жанру съемки? И что для этого нужно? В первую очередь для этого надо пойти учиться. Учиться не конкретно фотографии, да, а учиться правильно укладывать деток. Укладывать их правильно, дабы их не травмировать, не разбудить, не потревожить. Просто невероятные снимки. Я прошу прощения, что перебиваю. Умиляю тут буквально с первого кадра. Самое интересное, что этой девочке, которая была до этого, у нее вес всего лишь 2,7 сот. Но на фотографиях детки всегда смотрятся больше. Чтобы детки хорошо получались, вы, может, что-то напеваете им, колыбельное, нет? Для того, чтобы деток успокоить, есть очень важная вещь. Вот. Я включу ее. Это белый шум. Это звуки, которые имитируют внутриутробные звуки у мамы. Вот. Они их успокаивают, деток. И, как правило, еще и заглушают звук затвора фотоаппарата. Очень важно его успокоить. Успокоить. Потом его пытаться, попытаться немножечко, чтобы он заснул, а потом только пытаться его уложить. Есть определенные удачные позы, которыми владеют фотографы? Поз, как правило, в среднем их 20. Вот. Но есть положения, которые можно делать только по истечении определенного времени и опыта. Сколько обычно времени уходит на фотосессию? Все зависит от возраста. Если ребеночек маленький, если он пришел на съемку, ему 5-6-7 дней, то съемка проходит, как правило, быстрее. Если же ребеночек чуть старше, 10, 11, 12, то съемка может длиться часа 4-5, больше 6. В этом плане, что самое важное для фотографа? Не только, наверное, удачная поза у малыша, но еще и мимика. Терпение фотографа – это, наверное, самое главное. Мимика, ее удается запечатлеть, когда у ребенка наступает так называемая фаза быстрого сна. Она либо предшествует более глубокому сну, либо перед тем, как он проснется. В это самое время ребенок может улыбаться, смеяться. Во сне грима это все происходит. Он спит, да, он спит, спит. И вот в это самое время надо очень быстро успеть… Подловить момент. Успеть фотографировать, щелкать, 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 щелкать. Даже, знаем, отдельное внимание уделяешь реквизиту и костюмам. Причем изготавливаешь сама все эти вещички, верно? Верно, да. Это шапочка? Это медведь, да. Шапочка, образ медведь. И у нас есть фотография вот именно в этой шапочке. На твою голову, Саша, она точно не налезет. Это только разве как микроварежка в моем случае. Какая прелесть ушами. А в чем сложности, кстати, изготовления таких атрибутов? Главное иметь вкус и знать мерки. Самое главное то, что весь процесс съемки детки находятся без подгузника. И успевают запачкать буквально все и всех вокруг. И самое главное для фотографа отсутствие такого понятия, как брезгливость. Можем предположить, что размер-то, в принципе, практически одинаковый у всех моделей. Практически, да. Все зависит от полноты ребенка. Вот некоторые вещи, они впритык. Некоторые вещи чуть-чуть большеваты. Некоторые вещи прям так вот, что... Хотя у меня был мальчик, у него на время съемки был вес 4,800. И он не влез ни в одни штаны, так сказать. Пришлось надеть ему только шапочку. Мы фотографировали его только в одной кепочке. Ну, я думаю, что мама не расстроилась. Это тот случай, когда модели не капризничают по поводу одежды. Кстати, тот и редкий случай. Девочки могут показать, что им это не понравилось. Даша, скажите, а кто присутствует на съемках, кроме вас и малыша? Могу предположить, что мама просто обязательно в этом списке находится. Конечно, мама. Но иногда есть и папы. Иногда есть... У меня был случай, когда пришел дедушка. Но дедушка пришел для того, чтобы снять бэкстейдж. Технологии движутся вперед. Мама не мешает или, наоборот, все-таки помогает успокоить малыша? Ну, во-первых, мама для того, чтобы покормить ребенка. Без этого никак. Далеко ее отпускать нельзя? Нельзя, да. Она всегда рядом. Но и, конечно же, у груди мамы все это гораздо легче и быстрее проходит. Потому что успокаивается ребеночек. Насколько направление эта Ньюборн-съемка популярна в нашем городе? Как много заказов поступает? Как много родителей обращаются к вам с такими просьбами? Ну и авторов таких, насколько много в нашем регионе? Я так понимаю, авторов как раз таки немного. Я знаю. Точнее, нет больше. Их нет. Да. Вот. А развито или не развито, да, и распространено или нет, я думаю, что не совсем. По той самой причине, что многие не знают о таком виде съемки. И иногда мне приходилось встречаться с детками, которые уже старше, и мамы говорили мне, что очень жалко, что мы не знали вас раньше. Что мы очень хотели, вот. И со вторым или с третьим или с четвертым мы сто процентов к вам придем. У меня был случай, ну я опять-таки это к тому, что старше 14 дней деток, как правило, не фотографируют. Но у меня был случай, когда у меня на съемке была двойня. И этим девочкам было уже 23 дня. Я сначала не хотела браться, потому что я знаю, что это очень сложно, очень трудно. Но позвонила мне мама и аргументировала. Это наши четвертые и пятые дети. И мы очень хотим, как бы мы не планируем больше. И мы очень хотим запечатлеть вот хотя бы вот этих, да, чтобы у нас были такие фотографии. Лучшие снимки выкладываете в интернет. Как на это реагируют родители? Все ли согласны? Я думаю, что те родители, у которых имеются некие предрассудки, они на съемку не придут. Приходят только те люди, которые хотят не бояться ни сглазов, ни чего-то там. Даша, скажите, что бы вы посоветовали родителям, которые решили провести такую фотосессию самостоятельно? А я рекомендовала бы этого не проводить. Хотя бы по той самой причине, что мамы и папы не знают, как это делать безопасно. Что бы там ни было, одно ясно. Те самые сладкие первые мгновения жизни, первые дни останутся в памяти не только родителей, но и запечатленные вот таким вот сказочным образом на фото. И за это вам спасибо, Даша. Как сегодня говорят, спасибо за порцию мимимишности, за эти прекрасные снимки и за прекрасный разговор. Доброго вечера вам и вашим близким. Спасибо.